Музыка Итоги работы городских властей. Об этом сегодня мэр ЧТ Анатолий Михалёв говорил в своём традиционном годовом отчёте. Глава города выступил перед депутатами Думы городского округа и общественностью. Минувший год был непростым, но по многим направлениям успешным, подчеркнул глава краевой столицы. И основная задача развития ЧТ осталась прежней – улучшение благосостояния горожан и создание комфортных условий для их проживания. В ЧТ продолжается прирост числа граждан. За счёт естественного иммиграционного прироста в 2011 году население увеличилось более чем на 2000 человек. На 1 января текущего года численность населения города, по предварительным данным, составила 327,4 тысячи человек. Уровень регистрированного безработицы снизился на 0,1% пункта и составил 1,4%. Но мы знаем, что по стране и в целом по Забайкальскому краю этот показатель, к сожалению, значительно выше. Ежегодно сокращается численность работников, которым присвоен статус безработного. Сокращается и численность граждан, обратившихся в Центр занятости населения города ЧТ за представлением услуги в поиске подходящей работы. В целях снижения напряжённости на рынке труда ежегодно в течение трёх лет реализуется соглашение между администрацией города и Центром занятости населения городского округа. Средняя начисленная заработная плата предварительной оценки в 2011 году сложилась в размере 23,7 тысяч рублей. Отдельно глава города рассказал о развитии малого предпринимательства. С каждым годом ему уделяется всё больше внимания. Многие предприятия улучшили свои показатели, в том числе благодаря поддержке муниципальных властей. В прошлом году моё предприятие участвовало в конкурсе по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы одержали победу, мы получили субсидию на поддержку инновационного проекта. Но главную задачу для себя мы ставили не собственно финансовую поддержку, а именно победу. Кроме того, помощь оказывали и по другим направлениям. В 2011 год у нас прошёл очень продуктивно. Мы участвовали в программе благоустройства придомовых территорий. И вот лично Анатолий Дмитриевич нам очень здорово помог. Мы оформили не только, а заасфальтировали внутри домовую территорию, но и при активном участии, вот я ещё говорю, Анатолия Дмитриевича и нашего депутата Ушакова Вячеслава Анатольевича, мы сделали и полностью лицевую сторону перед нашим домом, положили почти 600 квадратов плитки. Получилось очень хорошо, очень эффектно. И люди благодарили, вот очень нам в этом здорово помог и наша городская администрация, и лично мэр. Одним из важных для города событий стало утверждение генплана. Генеральный план развития города Читы до 2030 года, который является основой территориального планирования. Компактный город именно в таком формате разработчики генплана видят будущее Читы. Важная отрасль строительства. В минувшем году ввели в эксплуатацию около 160 тысяч квадратных метров общей площади жилья. Реконструировали улицы, мосты, строили спортивные объекты. В отчетном году проведена реконструкция улиц Подгорбунского, Матвеева, Весенний, Куйбышева, автодороги Чита-Молоковка, проездов Олимпийского, Александра-Булгакова. С общим объемом финансированы 83,6 миллиона рублей. В июне на Каштагском конце открыли первый в городе надземный пешеходный переход. В прошедшем году заключен долгосрочный контракт стоимостью 1,155,000,000 на строительство транспортной развязки в районе Каштагского кольца. Освоение за 2011 год составило 147,000,000 в планах на этот год 529,2 миллиона рублей. За счет средств городского бюджета проведена реконструкция моста на улице Логовой. Объем финансовых положений составил 40,4 миллиона рублей. На строительство бассейнов Дельфин и в микрорайоне Северный направлено 33,8 миллиона рублей. На строительство Ледового дворца в поселке Текстильщиков 106,2 миллиона рублей. В 2012 году строительство Ледового дворца будет завершено. На строительство бассейнов планируется направить 70 миллионов рублей. Если говорить о Ледовом дворце, то теперь уже ни у кого не вызывает сомнений, что он действительно будет завершено. Буквально на прошлой неделе был завершен монтаж строительных конструкций. Здание есть. Теперь начинается вопрос по его оснащению. Велась активная работа по улучшению жилищных условий четинцев. В рамках реализации обеспечения жильем молодых семей 23 молодые семьи получили социальную выплату для приобретения жилья. За счет программы развития жилищного кредитования на территории городского округа 19 семьям представлены бюджетные субсидии на приобретение жилья. Задача на 2012 год. Увеличение строительства жилья эконом-класса, в том числе для расселения аварийного ветхого жилья. Привлечение частых инвестиций. А также сохранение муниципальной поддержки отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В своем отчете мэр города осветил деятельность муниципальных властей и в сферах образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики и спорта. Рассказал и о новых этапах развития внешнеэкономических связей. Свои мнения о проделанной работе высказали и члены комиссии Думы городского округа. За истекший год было направлено почти 1 миллиард рублей, 954 миллиона рублей на ЖКХ, на выполнение полномочий. Это ремонт котельных, ремонт теплотрассы, это освещение, это водоканал, это дороги. Я бы хотел сказать, что впервые у нас в прошлом году было отремонтировано 112 дворов. Это не просто отремонтировано дворы, это были и детские площадки, там сделаны полностью, все благоустройство было оформлено. Я бы хотел сказать, что у нас в прошлом году появились новые контейнерные площадки, контейнерного типа, для обслуживания они более пригодные. Значит, у нас, наверное, в прошлом году впервые пришел такой прорыв, когда мы более 100 тысяч квадратных метров асфальта отремонтировали. В рамках капитального текущего ремонта было сделано. Ну и продолжается у нас работа в городе и по капитальному ремонту домов. Конечно, там цифры не такие, которые были, так скажем, в 2009 году, но все равно идут. Конечно, хотелось бы их увеличить в наступающем году, возможно, даже кратно увеличить. Но все равно удалось от 15 домов отремонтировать. МРСК «Сибирь», читая «Энерго», около 150 миллионов рублей было затрачено на ремонт сетей, на трансформаторных подстанциях, на линии электропередач. У нас где-то порядка 130 миллионов рублей затратил водоканал и на капитальный ремонт, на строительство нового. Мы видим, что продолжаются работы по Сибирскому и Смоленскому водозабору, которые, надеемся, все-таки при реализации его даст возможность бесперебойно воду получать нашим жителям. Ну и также ТАИК-14 проводит довольно большую работу по ремонту сетей. Надо сказать, что по арендному договору было направлено, по-моему, порядка 60 миллионов. В городе находят понимание того, что мы должны развивать свои, еще будем так говорить, муниципалитеты или поселения, которые находятся вокруг города. Вот то, что у нас сейчас магазины заполнены товарами производства зарубежного, это плохо, я считаю. А вот то, что город заключил, если я не ошибаюсь, сегодня Анатолий Дмитриевич в докладе сказал, с девятью муниципальными образованиями договора на поставку продуктов питания в город, это здорово. Если мы будем поднимать своего производителя, да, это, наверное, ну это просто хорошо. Почему? Потому что качественные, хорошие товары в Забайкале у нас производят многие. Большие изменения происходят в изменении, так скажем, недвижимости в структуре собственности. Почему? Потому что, вот вы знаете, что Забайкальский военный округ вышел, да, у нас много объектов социальных было передано, в том числе и городу. Забайкальская железная дорога, но сейчас как филиал ООО РЖД большую часть объектов тоже передает в город, и мы принимаем на баланс эту, как бы будем так говорить, собственность, необходимо разумно использовать и, может быть, даже где-то ее и эффективно восстанавливать, чтобы, может, где-то перепрофилировать. Все эти, как бы, моменты приводят к тому, что кое-какие предприниматели, наверное, чувствуют, что помещение, которое ему выделяется, дает ему определенную стартовую возможность для того, чтобы его бизнес успешно развивался. Сегодня мы заслушали отчет мэра по исполнению бюджета за 2011 год. Можно немножко порадоваться, что год отработали хорошо, бюджет исполнен и по доходной части, и по расходной. Мы очень многое удалось сделать. Я думаю, 2012 год, он, конечно, немножко потяжелее будет. Мы все знаем, во-первых, тут и выборы у нас, и немножко произошли изменения по перераспределению бюджетных средств между краевой и городом. Но, тем не менее, будем смотреть с оптимизмом, по крайней мере, и администрации города, и депутатский корпус. То, что от него зависит, мы все сделаем только для того, чтобы бюджет наполнялся, город развивался. Я думаю, что все будет хорошо. Стоит подчеркнуть, что городской бюджет по-прежнему носит социальный характер. Бюджет городского округа, город Чита, из года в год усиливает свою социальную направленность. Так, в 2011 году на социальную сферу образования, культура, здравоохранения, спорт и в целом на социальную политику было выделено свыше 4 миллиардов рублей, что составляет 71% от всего бюджета городского округа, город Чита. О положительной динамике развития города говорил и председатель Думы городского округа Александр Зинков. Прежде всего, мне хотелось сказать о стабильности, о работе всех отраслей городского хозяйства, потому что выдача заработной платы интересует всегда больше всего, и она выплачивалась стабильно. Два раза в месяц все учреждения городского хозяйства получали заработную плату. Это первое. Второе, это важное, что для наших горожан, это строительство. Те инвестиционные программы, это КК-14, водоканала и электроснабжение тоже работают, депутаты по ним несколько раз вносили изменения. Результаты, это конкретное тепло в домах, это электроэнергия, светло. Определенные здесь есть, так скажем, проблемы с котельными, которые сегодня город решает, от них уходим постепенно. Это проблемные котельные «Антипиха», «Молоковка» и «Машзавод». Есть вопросы, по ним решение. Озеленение города. В этом направлении практически можно отметить положительную работу. Это работа с цветочным материалом. Вы видите, что все развязки в нашем городе, так называемые уличные кольца, они сняты. Проблемы, так скажем, цветочный материал, приживается хорошо и работает на гаражах. Одна из острых проблем – это детские сады. Вы в этом году расширили администрацию города. 14 групп дополнительно наших детских садов появилось. Это 470 ребятишек, так скажем, посещают дополнительно больше, чем в прошлом году. Открыто 9 частных детских садов. В них 179 ребятишек. Пускай немного оплата в детских садах, если по сравнению с государственным садиком, по 700 рублей, 1200 рублей, в зависимости от категории садик, то в частных садах оплата составляет порядка 12 тысяч рублей. Но вот эта работа ведется, они востребованы. Практически все садики, частные садики, группы заполнены. На 2012 год в городе будет продолжена политика по привлечению инвестиций в Читу, развитию инфраструктуры, поддержке бизнеса и строительству. Но все же главная цель – обеспечить комфортное проживание горожан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова